Ребята, всем привет! Меня зовут Халс Наталия, я нутрициолог и я рада видеть вас на своем youtube канале. За окном становится все холоднее и все больше манифестируют какие-то простудные заболевания, поэтому мы сегодня говорим про профилактику простуды. Если вам тема актуальна и интересна, то обязательно досмотрите этот ролик до конца. Мы не будем сегодня говорить про какие-то базовые вещи, проветривание помещений, может быть здоровый адекватный сон, закаливание и так далее. Поговорим про то, что вы можете непосредственно делать уже здесь и сейчас, то, что вы можете внедрять в свою жизнь и то, что на самом деле принесет гораздо больше эффект, чем какие-то предыдущие меры. В общем, давайте по порядку. Первый пункт, с которого я хотела бы начать, это питание. Не просто правильное питание, а питание, подходящее конкретно вам на данном этапе жизни. Это очень важно. Сегодня из каждого утюга доносятся какие-то советы, что есть, что не есть, но я бы была очень с ними осторожна. Наверняка многие слышали про пользу интервального голодания. Наверняка даже многие сидели на этом интервальном голодании, но почему-то никто не задумывается о том, а подойдет ли оно действительно вам? А есть ли противопоказания? Или вы начали это интервальное голодание и почувствовали себя как-то, может быть, хуже? Может быть, у вас стало меньше энергии? Может быть, у вас появились какие-то проблемы с кожей и так далее? Очень важно отслеживать именно свои симптомы. Поверьте, есть огромное количество людей, которым не подходит интервальное голодание. Поэтому, как бы вам не рассказывали о его пользе, попробуйте. Да, никто не запрещает попробовать буквально одну-две недельки. Если вы увидите, что, ну нет, это не ваше, конечно же, это не то, что вам стоит внедрять в свою жизнь на постоянную основу. Еще одна супер популярная рекомендация по питанию, это съедать очень много овощей или вообще начинать свой прием пищи с огромного тазика салата. Конечно же, с одной стороны, мы понимаем, да, клетчатка нам нужна. Нужна ли она всем и в данный конкретный момент? А вдруг у вас какой-то синдром там избыточного бактериального роста? У вас постоянно какие-то вздутия, газообразование? Может быть, у вас повреждена слизистая кишечника? У вас какой-то дискомфорт после приема тех же самых овощей? Опять же, нельзя слепо следовать всем рекомендациям, поэтому задумайтесь. Супер популярная история с завтраками. Наверное, только ленивый не ел красную рыбу с авокадо, вот эти все тосты на завтрак. И самое интересное, что многие начинают это есть, и со временем у них проявляются какие-то странные симптомы. Им начинает чаще болеть голова, где-то начинает какие-то чихания усиливаться, где-то там зудеть кожа. Но это же не может, никто не подумает, что это проблема вот в авокадо, в принципе, и в красной рыбе, потому что это очень высокогистаминовые продукты. Все все равно продолжают это есть, потому что сказали, что это полезно, эта еда точно не может навредить. Так это не работает. Кстати, если вы не знаете, что такое гистамин и чем может быть опасна красная рыба и авокадо при всей своей условной полезности, то обязательно приходите на мой курс по здоровому ЖКТ, все ссылочки я оставлю в описании. Наверняка кто-то из вас сейчас задаст вопрос, а как же мне понять, что мне подходит или не подходит, подходит мне рыба, подходит мне интервальное голодание и так далее. В первую очередь вам нужно обратить внимание на свой рацион. И основное это те продукты, которые вы употребляете чаще всего. Например, поясню, вы каждое утро едите яичницу. Яичницу это ваш стандартный завтрак, в принципе, вас как бы все устраивает и вам кажется, что она вам достаточно подходит, ее легко приготовить, это дешево, вкусно, сердито, в принципе, окей. Но при этом вы понимаете, что последний год условно у вас как-то все становится не очень хорошо. Вроде меньше сил, меньше энергии, может быть где-то вам не нравится состояние вашей кожи и так далее. То есть вы за собой наблюдаете. И естественно вы не думаете про то, что яйца, к примеру, при всей своей условной полезности могут давать такую реакцию. Но дело в том, что на любой продукт, который поступает в ваш организм, иммунная система реагирует, безусловно. И когда этого продукта становится очень много, могут начаться такие непонятные реакции. А часто бывает вообще супер история, когда вы едите какой-то продукт, у вас нет никакой реакции в момент его употребления, и вам кажется, что продукт здесь вообще ни при чем. Но при этом у вас через время накапливаются опять же какие-то реакции, что угодно. Проблемы с кожей, проблемы со стулом могут быть, могут быть те же самые какие-то истории с выпадением волос и так далее. И вы, так как у вас нет прямой связи, это я съел и тут же это случилось, ваш мозг не может понять, что дело в этом продукте. А на самом деле иммунная система, она ведь понимает, что этот продукт, он все равно, вообще не то, что иммунная система, а организм, он понимает, что этот продукт поступает, он никуда не девается. И организму ничего не остается, как тратить все свои силы, все свои ресурсы на то, чтобы как-то нейтрализовать вредные эффекты, которые дает этот продукт. И по факту получается, что действительно вы не видите никаких проявлений, но все ресурсы ушли туда, и вот этого ресурса на какие-то базовые потребности, на, например, энергетические вещи, да, у вас там может не быть сил в течение дня и так далее, их уже не хватает. Сдерживать иммунитет, сдерживать, точнее, сдерживать вирусы, какие-то бактериальные истории, тоже сил уже нет, потому что организм борется с тем же самым продуктом, вроде как условно полезным, но который на самом деле вам не подходит. Поэтому обратите внимание, чего много в вашем рационе, если у вас есть какие-то симптомы вас беспокоящие, ну, проведите просто эксперимент, это же не сложно, это не затратно. Уберите этот продукт, уберите его хотя бы на неделю, на две, на месяц, насколько сможете. Проведите так называемую элиминационную диету, я про нее отдельно рассказывала, у меня есть ролик про диеты, обязательно тоже его посмотрите. И вы поймете, когда особенно вы уберете, и вы посмотрите свое состояние до и после. И дальше еще обязательно оцените свое состояние, если вдруг вы решите потом обратно ввести этот продукт, особенно в такой большой дозировке. Очень часто иммунная система, забыв про этот продукт, потом реагирует на него очень ярко. Действительно, наверняка многие из вас заметили, я вижу это по себе, по своим клиентам, что когда мы даже переходим на какие-то базовые основы правильного питания, наш иммунитет становится в разы сильнее. В разы. Я рассказывала миллиард раз историю про молочку и свои постоянные ангины, и вообще про питание, там, избыток глютена и так далее. Посмотрите, кстати, ролик про горло, если вам это актуально. Это, я думаю, будет многим актуально, потому что, особенно сейчас, сезон простуд, оно часто всем болит. И казалось бы, какая связь в том, что я ем, и в том, что у меня болит горло? Но я видела по себе, я видела по большому количеству своих клиентов, что когда ты чистишь рацион, все, у тебя перестает воспаляться слизисто, у тебя перестают воспаляться эти миндалины. Я, слава богу, не помню, когда я последний раз болела ангиной, а раньше, если я чем-то болела, то это всегда была она. Вот, прямая связь с питанием больше, по сути, ничего не поменялось. Поэтому будьте внимательны, будьте очень внимательны к себе и к своему рациону, потому что, поверьте мне, так как вы себя знаете, так как столько времени, сколько вы с вами проводите, никто с вами не проводит, поэтому, если это не сделаете вы, если вы не обратите туда свой фокус внимания, то, конечно же, это будет сделать некому. Ну что, с питанием мы разобрались, теперь давайте перейдем ко второму пункту, как же нам профилактировать простуду, что нам нужно делать. Второй пункт очень простой. Насытьте свой организм необходимыми витаминами и минералами. Вроде бы все просто, да, как бы в идеале мы все знаем, что когда мы постоянно едим здоровую еду, то как бы эти витамины и минералы, по логике, должны приходить к нам сами. Но мы-то с вами знаем, что не всегда все так хорошо работает, что у нас могут быть проблемы со всасыванием, могут быть нарушения там слизистой ЖКТ, да, то есть витамины и минералы просто не пройдут вот этот барьер, не усвоятся, не попадут в кровь, не попадут в клетку и так далее. То есть нюансов очень много. Мы даже не говорим про то, что если в вашей еде этих витаминов нету, то, конечно же, им неоткуда браться потом в вашем организме, потому что они просто не поступают. Если вы любитель какой-то пустой еды, то, к сожалению, вы уже будете в дефицитах. И вот парадокс. Когда мы начинаем усиленно болеть, особенно в последнее время, когда очень активен всем известный вирус, что мы замечаем? Когда случаются какие-то симптомы недомогания, мы начинаем пить витамин С, витамин Д, цинк. То есть мы пьем базовые какие-то микроэлементы. Мы не пьем, слава богу, я надеюсь, какие-то антибиотики, не бежим с первого раза. То есть мы даем организму ресурс, мы насыщаем его этими витаминами, потому что действительно во время вируса это стресс для организма. И во время стресса, в принципе, любого, не только вируса, этот расход увеличивается. И мы должны понимать, что мы в принципе живем в состоянии стресса. Что вот мы пошли условно в баню, облились из бочечки холодной водой, нам кажется шикарным, мы классно отдохнули, то есть это позитивный хороший стресс. Но в момент вот этого холодного обливания, в момент этого перепада температур, организм испытывает такой же стресс. И все эти витамины, минералы, они точно так же усиленно сливаются, понимаете? То есть чтобы организм, скажем так, адаптировался к текущей ситуации. Почему после этого стресса мы не восполняем ресурс? Кто-нибудь когда-нибудь об этом задумался? Почему? Потому что действительно, да, мы, конечно, даже если у нас идеально работает ЖКТ, мы получаем много чего с пищей, если, конечно, эта пища где-то росла еще в каких-то хороших регионах, если мы говорим про овощи и так далее, либо у бабушки на огороде, там не только пестициды, химикаты, которые будут нагружать печень. Но когда мы говорим про дефицитарные состояния, все-таки их нужно восполнять. Мы их не восполним из пищи, как бы нам не хотелось. Потому что, ну, у нас вообще такое понятие, знаете, когда я с клиентами тоже говорю, вы едите овощи, и они говорят, да, огурцы, помидоры. Ребят, ну, огурцы, помидоры, да, не подспорившись, что это овощи, ну, по сути, там одна вода, одна вода, там даже клетчатки толком нету. Поэтому говорить о том, что там много каких-то витаминов, минералов, ну, конечно же, не приходится. Плюс мы говорим про разнообразие, опять же, да, то есть в одном овоще у вас будет один набор витаминов, в другой, там, в другом, другой набор. И если вы едите постоянно те же самые огурцы, и думаете, что вы насыщаетесь витаминами за сезон, насытитесь именно целый год, ну, конечно, такого не будет. А в нашей жизни, как правило, все-таки у нас есть какой-то набор продуктов относительно постоянный, который все-таки мы едим чаще всего. И мы даже не задумываемся, что мы, может, да, может, мы действительно какой-то витамин себе там наберем из пищи, а остальные просто будут в провале. Поэтому все-таки давайте периодически как-то восполнять эти запасы. Я хочу напомнить, что витамины, минералы проявляют себя своим отсутствием, а не присутствием. То есть так действительно может быть, что вот вы пропьете какой-то хороший комплекс, и вам кажется, что вы можете даже ничего не почувствовать. Но при этом вы можете меньше болеть, у вас может, опять же, повыситься иммунитет и так далее. То есть плюсы они будут. Просто, возможно, вашему глазу они будут не так заметны. Поэтому обязательно не допускайте дефицитов. Это крайне важно. И это был наш второй пункт. И наше последнее, третье правило профилактики простудных заболеваний – это работа с хроническими очагами инфекции, превентивная работа, да, то есть профилактическая, с хронической инфекцией, с какими-то воспалениями, с какими-то хроническими заболеваниями, которые у вас есть. Потому что так или иначе, конечно, к сожалению, не все мы идеально здоровы. У кого-то там хронический гастрит, у кого-то проблемы, например, с почками, у кого-то проблемы с теми же самыми миндалями, мы говорили. И думать об этих вещах нужно не в тот момент, когда они вам заболят, не в тот момент, когда вам уже прям нужно срочно бежать к врачу и так далее. Вы должны понимать, что любая болевая история, даже если у вас болит нога, туда будет сливаться энергия, туда будут идти все наши полезные вещества, микроэлементы, туда будет идти все, чтобы эту боль как-то погасить, чтобы организм будет себя спасать. Это нормальная история. И, соответственно, все это будет уходить туда. И опять же, на какие-то базовые глобальные вещи энергии уже не достает. Поэтому не ждите, пока вам конкретно заболит, не ждите, пока сил терпеть уже не останется. Превенция, профилактика — это основа основ. Займитесь этим очагом, этим воспалением, то, что доставляет стресс организму уже сегодня. И если вы будете поддерживать это в относительно стабильном состоянии, так называемой ремиссии, то, соответственно, опять же, силы будут высвобождаться, и организму будет легче, иммунитет расслабится, и вирусы, которые попытаются к вам проникнуть, они, конечно же, не сделают уже это так легко, потому что они-то проникнуть-проникнуть, но тут же будут атакованы и убиты. Поэтому, ребята, чем больше вы фокусируете на этом свое внимание, тем больше пользы, поверьте мне, потому что если что-то решать в моменте, когда все это случилось, это не так эффективно, и, к сожалению, последствия потом могут быть не самые радужные. Я очень надеюсь, что эти три простых правила действительно помогут вам профилактировать простуду этой осенью, и не только осенью, впереди зима, и летом, весной — это тоже всегда актуально. Я надеюсь, что ролик был вам полезен, интересен. Обязательно поддержите меня, поставьте пальчик вверх, напишите какой-нибудь комментарий, подписывайтесь на канал, и мы с вами совсем скоро увидимся в новом видео. Всех целую, обнимаю, всем пока-пока!